МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! От сумы до тюрьмы не зарекайся, говорит нам народный опыт. Ну, с сумой мы когда-то разобрались. А теперь подошла очередь тюрьмы. Слово тюрьма происходит, скорее всего, от немецкого слова турм, что значит башня. Хотя существует и другая версия о том, что это слово происходит от турецкого терме или татарского терма, что значит темница. Действительно, в старину, особенно в средние века, тюрьма часто располагалась в башне. Это могла быть и башня-замка, и городской ратуши, и монастыря. Самая знаменитая тюрьма такого рода – это, конечно же, Бастилия. В средневековой Франции Бастидой называлось небольшое укрепление или сторожевая башня. Первоначально Бастилия или Бастии-Сен-Антуан была одной из многочисленных городских башен. Затем, в 1370-1881 годах, на этом месте была построена крепость с восьмью башнями и обширным внутренним двором. Эта крепость Бастилия служила просто упрепленным замком, где мог найти убежище король и его приближенные. А вот местом заключения Бастилия стала в 1476 году, когда здесь был заточен Жак-дар-Маньяк, герцог Данимур, обвиненный в заговоре против короля Людовика XI. С этих пор Бастилия и стала темницей для государственных преступников. Вторым из наиболее известных узников Бастилии является таинственный обладатель железной маски, заключенный в этой темнице с 1698 года. Происхождение этого сверхсекретного узника до сих пор остается неразгаданным. По мнению Вольтера, это был незаконный сын Анны Австрийской, притязаний которого на престол Людовик XIV мог справедливо опасаться. И носил он все-таки бархатную или шелковую маску, а железная ее сделала досужее воображение потомков. После Людовика XIV и в продолжении всего XVIII века в Бастилии побывали многие знаменитости – философы, публицисты и даже книготорговцы. Великий Вольтер, писатель Жан Мармантель, экономист Аббад Мореле, граф Калиостро, маркиз де Саад, графиня де Ламот, суперинтендант финансов Николя Фукей и многие другие. В честь заключения в Бастилию удостоились даже некоторые книги, например, французская энциклопедия. 14 июля 1789 года Бастилия была захвачена восставшими парижанами, которые тут же принялись за разрушение ненавистной тюрьмы. На месте, где стояла королевская тюрьма, была установлена табличка с надписью «Иси лаунданс, а саиран, а саиран». Здесь танцуют, и дело пойдет на лад. Ныне здесь площадь, которая носит имя поверженной тюрьмы. Другая знаменитая тюрьма, находившаяся в крепости, это лондонский Тауэр. Первого узника заточили здесь еще в 1190 году. В те времена тюрьма Тауэр предназначалась для людей благородного происхождения. Среди наиболее почетных и высокопоставленных узников Тауэра были короли Шотландии и Франции и члены их семей Яков I Шотландский, пленники Столетней войны король Франции Иоанн II и герцог Карл Орлянский. Стены Тауэра также помнят и немало казней и убийств. В Тауэре были убиты и Генрих VI, а также тауэрские принцы, сыновья английского короля Эдуарда IV. Тауэрская тюрьма функционировала вплоть до Второй мировой войны, а последней ее жертвой стал Йозеф Якобс, обвиненный в шпионаже и расстрелянный в августе 1941 года. Помимо башни, другой широко известный в истории тип тюрьмы – это яма. Подобные тюрьмы известны с глубокой древности и были широко распространены во многих странах. Персидское название такого места заключения – Зиндан. В России из-за частых военных столкновений со странами Востока не требует особых пояснений. Одна из самых знаменитых подвальных тюрем древности находилась в античном Риме. Это так называемая Мамертинская тюрьма или Тулианум, расположенная в северной оконечности Капитолия и Форума. В этой тюрьме ждали своей участи государственные преступники – враги Рима. Такие, как, например, вождь Галлов Верцингеторикс или царь Нумидии Югурта. Там же они были казнены. В этой тюрьме держали и многих христианских мучеников, в том числе апостолов Петра и Павла. Именно поэтому римский папа Сильвестр I, по желанию императора Константина, посвятил это место обоим апостолам. Здесь была построена церковь Сан-Пьетро-эн-Карчере, святого Петра в темнице. Не менее знаменитая тюрьма Пьомби располагалась во дворце Дожжей в Венеции, прямо над залом Сената. Накрытая свинцовой крышей, она внушала ужас преступникам далеко за пределами Венецианской республики. Летом здесь стояла невыносимая жара, а зимой – смертельный холод. Бежать из нее удалось только Казанове. В эпоху нового времени появился новый тип тюрьмы – исправительный, или, как он назывался в России, смирительный дом. Первая такая исправительная тюрьма – House of Correction – была устроена в Лондоне в 1550 году. В эпоху Просвещения в протестантских странах появилась на свет совершенно новая концепция тюрьмы, как учреждение, призванного способствовать исправлению и покаянию преступника. Поэтому такого рода заведения стали называть пенитенциарными, от латинского слова «пенитенция» – «раскаяние». Первой тюрьмой нового типа стала выстроенная в 1775 году тюрьма в Генте – Мезон-де-Форс. Здесь заключенные днем работали вместе под строгим надзором, а ночью их разводили в отдельные камеры. Также в Генте была впервые введена и другая исправительная мера – распределение заключенных по их нравственным качествам на отдельные группы. В 1776 году в американской Филадельфии, штат Пенсильвания, религиозной сектой квакеров была создана тюремная система, получившая название «филадельфийской» или «тенсильванской». Ее основой стало строгое одиночное заключение. Ни имени, ни фамилии, ни срока назначенного лишения свободы, никаких либо иных данных об осужденном надзирателе не должен был знать. В 1820 году в США, в городе Оборн, открылась новая тюрьма – система заключения, в которой должна была ослабить самые жесткие стороны пенсильванской тюремной системы. Оборнская тюремная система предписывала обязательное молчание заключенных и их разобщение на ночь. Однако она предполагала и совместный труд, так как создатели исходили из того, что в основе преступности лежит лень, безделье и стремление человека уклониться от работы. Самой крупной тюрьмой подобного типа в США была знаменитая тюрьма Синг-Синг с максимально строгим режимом. Вплоть до 1963 года Синг-Синг нередко приводились в исполнении смертной казни. В 1854 году в Ирландии была введена так называемая прогрессивная система. Согласно ее принципам, срок заключения преступника делился на четыре степени, начиная от одиночного и заканчивая тем, который предполагал относительную свободу передвижения. Переход в последующую степень зависел от поведения арестанта. Эта система, направленная на социализацию преступников, значительно смягчила тюремные нравы. Однако похоже, что лишь малая часть тюрем в современном мире может быть названа пенитенциарной. В смысле раскаяния. Это была программа «Обыкновенная история». Обыкновенность повседневна. До скорой встречи! Редактор субтитров А.Семкин